Золотые мои! Имеется с вами дело одно удовольствие. Сегодня забанил одного дядечку. Написал мне, что я положил на всех так, что хрен поднимешь, а на самом деле я артист. Ко мне относятся как к человеку, я ничего себе не представляю, я артист. Другой такой же дядечка отказал мне даже в этом, что я и не артист вовсе, а первый дядечка ему ответил в том смысле, что раз я не забанил, значит артист для меня не оскорбление. Делов-то взял да забанил, взял и забанил, делов-то, господи. Одно нажатие на кнопку, это не хейтеры, нет, и не глупые, нет. Вас, например, можно обвинить даже не в глупости, в простодушии. Нет, это не простодушная, хорошо была сформулирована, выражена мысль. Не простодушная, это завистники, это завистники, которых душа джаба, как же так, я такой умный, красивый, а в Астрахань покушать осетрины и белуги, езжу не я и в калмыцком ресторане обжираюсь деликатесами, то же не я, у меня на это нет денег, как же так, я такой умный и талантливый, а деньги у Семенова. А почему у него деньги? А, он же артист. Нет, ребят, ситуация гораздо сложнее. Ну, кто такой артист? Ну, это Сергей Безруков, да, такой знаменитый Сергей Безруков, Михаил Пореченков, уже сошедший с арены Олег Меншиков, Сергей Маковецкий, ну, это они артисты. Что такое артисты? Написали ему текст, и вот он начинает хренатень грозить, что халва, малва, возвращает проценты, банк платит за вас, банк гасит за вас ваш кредит, вы берете у банка кредиты, а банк отвечает и говорит, причем надо убедительно. Чем убедительно делаешь выражение лица, тем больше получаешь денег. Вот Путин артист, Путин, вот ничего из того, что он предсказывал за 20 лет, ничего из того, что он обещал, не сбылось, но играет свою роль настолько хорошо, роль отца нации играет настолько хорошо, что вот народ, разъяве хлебальники, верит ему и голосует за него, он за нас, если не Путин, то кто? Ну, кто? Да я, то кто? Выйду я с частушку спою, навру стрекорбы, уйду домой, спать. Сергей Безруков, Сергей Безруков, если не Путин, кто? Ну, кто еще? Пореченков тоже, небритый, выйдет, основательный. Я не артист, я автор, поймите. Артист это Петрушка, в руках режиссер, а я автор. Дело в том, что ни Путин, ни Безруков, ни Маковецкий, ни Меньшиков не пишут для себя тексты, я сам для себя пишу тексты. Учучиваете? Причем делаю это настолько виртуозно, что вот сейчас с вами беседу, я одновременно пишу, то есть у меня нету перед глазами никакого конспекта, я текст наговариваю прямо здесь, сейчас. Слова рождаются вот сиюминутно, без конспекта, без ничего, то есть текст идет от меня. Любого артиста, в том числе Путина, потому что Путин плохой артист, вернее, Путин хороший артист, плохой политик, хороший артист. Любого артиста нельзя выпускать на сцену без текста, потому что начинается хренатень про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, про Половцев и Печенегов, какая-то хуетень откровенная, да, от Себятина. А я автор, я хуйню-то не говорю, понимаете, в чем разница. Я на публику, в отличие от Путина, в отличие от Безрукова и других артистов, я хуетень не плету на народ. Дело в том, что воспитывался я на улице, а шлифовали меня в университете и в тюрьме, уже шлифовали как гранили, как алмаз. Я понимаю значение слов и очень чётко улавливаю оттенки, потому что, ну что артист, ну что артист, ну там сценическая речь, актёрское мастерство, сценическое фехтование, этюды, где они там авторучки изображают, зонтики, чемоданы, что-то из себя они, так сказать, суть роли. Роли это, раскрываю через пантомиму суть роли. Это была стуча, это. Ермольник, классическая работа, цыплёнок табака, вот. На юрфаке, да и на других гуманитарных факультетах учат уважать слова. На зачётах, на экзаменах, можно своими словами, нельзя. Добиваются не просто, чтобы ты мысль выразил. Я вижу, что вы знаете мой предмет, но я хочу от вас вот теми формулировками, которые в законе. Я вижу, что вы знаете, я вижу, что вы учили, но теперь давайте вот теми формулировками, как изложено в законе. Вы добиваются точного воспроизведения. И когда ты лет через 10 после начала изучения права, когда пришёл 17-летний школьник, и вот через 10 лет 27-летний кандидат наук, начинаешь вдруг замечать, что ты понимаешь значение слов, понимаешь смысл слов. В отличие от актёра, кстати. А потом ещё в академии, после университета у меня ещё были академии. Это тюрьма и зона, где за неосторожно сказанные или неправильно понятые слова можно было взлететь на нож или нахуй. Просто кто не понимал значение слов, того или ебали, или резали. Дякую, и то же случалось в моей практике. И значение, смысл, смысловые оттенки я улавливаю очень тонко. В отличие от актёров. Актёр, он играет пластикой, мимикой. У меня нет ни пластики, ни мимики. У меня гнилые зубы, а дутловатые лицо и шепелявые речи. Даже не шепелявые, а сипелявые. Но сейчас хорошая новость. 9 зубов мне вставили, осталось ещё штук 20 накинулся. Я могу смело разговаривать. Получше маленечко дикция стала. Я чувствую, что чуть-чуть стала получше дикция. Но 9 зубов шутка ли делала. Нет, золотые мои, я не артист. Я автор. Я сочиняю тексты, придумываю тексты и наговариваю тексты на камеру. Раз вы не читаете не просто мои книги, вы вообще длиннее этикеток не читаете, длиннее смс-ок вы вообще ничего не читаете. Напишите в комментах, какой роман страниц на 300, на 400 вы прочитали сколько лет назад. Напишите в комментах, просто для прикола. Какой роман последний вы прочитали и в каком году. Но вот если вы не читаете, мне приходится свои тексты не набирать пальцами, а произносить, а так как я все-таки в наборе текстов пальцами поднаторел и несколько миллионов знаков, в общем-то, выдал высокохудожественного текста, произносить тексты на камеру, после того, как привычка продумывать текст уже сформировалась, в общем-то, я знаю, как это делать, как слова придумывать, как сочинять слова и связывать их в предложении и абзаце, то мне, в общем-то, говорить на камеру чуть сложнее, чем писать. Письменная речь у меня, конечно, лучше развита, чем устная, это я понимаю, но в устной речи за два года ведения канала я несколько поднаторел, что было мне не свойственно, но я учусь. Поэтому нет, нет, ребята, я не актер, я автор. И знаете, что вещь хорошая, вещь хорошая для вас? Я не играю с вами, я с вами не играю. Я с вами живу, я проживаю и свою жизнь, и вашу жизнь. Я откликаюсь на вашу боль, я откликаюсь на ваше горе, а так как я писатель, я горе ваше переживаю очень глубоко. Во мне есть способность к состраданию, то, чего начат лишён Путин. Я очень сострадательный человек, я умею встать на место другого человека и прочувствовать боль другого человека. Это и касается недавно покинувшей нас моей любимой, очень уважаемой читательницы. Это касается недавней трагедии в Казани и в Керчи точно так же, а около Северной. И взрывы на Волгоградском шоссе когда-то нужно было сплотить вокруг пляшевого лидера нации весь народ. И Беслан точно так же. И Беслан точно так же вот там. Хотя, казалось бы, что Беслан? Нерусские, кавказцы, чёрт бы честнее, нет ни чёрт с ним. Наши, наши, наши. Кавказцы, наши кавказцы. Ваша боль и моя боль тоже. Это нельзя сыграть, это нельзя написать. Это можно только прочувствовать золотые мои. И только какие-то мне пишут. О, да он артист. Да нет, ребята, я не артист. Я даже не директор театра. Я автор, и мои пьесы играют сотни артистов. Сотни. Все эти вот Безруковы, Пореченковы, для меня куклы. Просто куклы. Которым я разрешу или не разрешу произносить написанный мой текст. Ещё раз. Я автор. Это этажи на сто выше, чем артист. Это даже выше, чем режиссёр. И гораздо выше, чем директор театра. Который является не творческой, а административной единицей. И я с вами не играю. Я с вами живу. Живу не на черновик. Живу сразу начисто. Свершая ошибки. Порой. Порой совершаю ошибки. Живу с вами начисто. И всерьёз. Не хворайте. Сочувствуйте. Не мне. Друг друг.